О боже, это же так опасно для здоровья! У тех, кто это ест, вырастут жабры! Они выйдут в дикую природу и погубят всё! Это всё ради обогащения! Нужно кушать здоровую и натуральную пищу! Вы наверняка не раз слышали подобные фразы в адрес генно-модифицированных организмов. Но задумывались ли вы, где правда, а где выдумки? Меня зовут Иван. А меня Виктор, и вы смотрите канал Чуть-чуть о науке. И сейчас мы разложим по полочкам мифы о ГМО. Но давайте сначала посмотрим, что о нём думают обычные люди. Как вы относитесь к генно-модифицированным продуктам? Плохо. Плохо! Само название говорит за себя. Очень отрицательно. Я много про это читала, знаю, как бы интересовалась. Отрицательно. Хотя я понимаю, что это... Как учёные скажут, что это всё фигня полная, но я как бы придерживаюсь другой точки зрения. Как бы продукт не изучен до конца. Пусть там пройдёт 40 лет, когда будут рождены дети. Чтобы это было как-то накоплено. Экспериментальные данные, чтобы были. Перед тем, как говорить про мифы, давайте проясним вопрос. Что такое ген вообще? Вся информация о нашем строении, о всех веществах в нашем организме закодирована в ДНК. Ген — это маленький кусочек ДНК, который кодирует одно из свойств нашего организма. Например, сколько у нас будет рук, или будет ли у нас вырабатываться гормон инсулин. ДНК есть у всех, начиная от вирусов и простых одноклеточных, заканчивая нами, людьми. Но в процессе жизни ваши гены мутируют естественным образом. Да, дорогой зритель, мутации происходят постоянно, и это хорошо, ведь они дают нам возможность улучшаться. И вся эта наследственная информация с изменениями передаётся нашим детям. Так и происходит эволюция, хорошие свойства со временем остаются, а плохие уходят. С геном разобрались, теперь к мифам. Миф номер один. Учёные вообще не знают, чё они там изменяют, это может навредить. Чтобы понять, почему это не так, мы рассмотрим три метода селекции. К слову, селекция — это вывод новых видов. Например, человек выводит новые виды коров с большим надоем молока. Метод номер один. Дедовский. Или мне некуда спешить. Берём и садим много растений одного сорта. Например, аморфофаус. Какой ещё фаус? Давай нормальное растение. Ну ладно, пусть будет яблоня. Берём и садим много яблонь одного сорта. Выращиваем первый урожай и смотрим. Так, вот ты с крупными плодами. Иди сюда, остальные вон. Затем из этих крупных плодов выращиваем яблони и снова отбираем самыми крупными плодами. В результате такой напряжённой работы мы имеем игру Бадминтон и новый сорт яблок с крупными плодами. Так, например, появились яблоки сорта Антоновка. Но на всё это может уйти несколько сотен лет. Согласитесь, это не вариант для тех, кто не может секунду спокойно подождать загрузку страницы в браузере. Поэтому есть метод номер два, отцовский. Или мне плевать на всё, хочу большие плоды. Суть крайне проста. Берём семена яблок и облучаем их радиацией или различными химикатами. В семенах возникают мутации. Но так как они случайны, то некоторые мутации происходят в гене, ответственном за размер плода. Мы выращиваем все семена и отбираем самыми большими плодами для повторения процедуры. Не правда ли классный, а главное быстрый способ? Но самые внимательные зрители зададутся вопросом, а что же стало с другими генами, помимо гена размера плода? Они ведь тоже изменились. Ответ есть в названии. Плевать на всё. Хотели большие яблоки? Получайте. Я натуральное ем. Кстати, большинство современных магазинных продуктов выведены именно таким способом. Ну ничего, нормально живём, щупальца не растут. Но учёные пошли ещё дальше. Ведь не комильфо трогать другие гены и нужно воздействовать точечно. Тогда и придумали метод номер три. Генную модификацию. Или белки в глаз. С километра. В темноте. Не целясь. В прыжке. Здесь мы уже точно выясняем, а какой же ген отвечает за размер яблок. Когда мы это узнали, то начинаем этот ген модифицировать разными способами. В каком-то случае это приводит к весьма большим плодам. Значит, этот способ и оставляем. Как мы видим, в данном методе всё чётко контролируется. Если провести аналогию, например, когда у вас барахлит телевизор, можно его хороширечко шваркнуть и что-то там сместится, и он заработает. А можно найти проблему и решить её. Вернёмся к мифу. Действительно ли учёные не ведают, что творят? Если вы до сих пор считаете, что это так, то вернитесь назад и заново посмотрите рассказ о методах селекции. А мы считаем, что в генной модификации как раз-таки больше всего знаний о своих действиях. Миф номер два. ГМО вообще плохо исследованы. И более того, нет никаких свидетельств, доказывающих их полную безопасность. Как нет исследований, доказывающих полную безопасность чистой воды, апельсинов, да и вообще любого предмета. Потому что с точки зрения формальной логики невозможно доказать полное отсутствие опасности, как и полное отсутствие вообще чего-либо. Поэтому вопрос нужно поставить так. Являются ли коммерческие генно-модифицированные продукты безопаснее, чем негенно-модифицированные традиционные? Ответ нет, не более опасный. И здесь следует заметить, что продукты традиционной селекции проверяются на безопасность на добровольных основах. То есть, как правило, не проверяются никем. Миф номер три. Научные исследования подтверждают опасность ГМО. Все опубликованные на сегодняшний день научные исследования о вредности ГМО, как правило, содержат такие грубые ошибки, что научные журналы либо не публикуют их совсем, либо изымают из печати. Так что за более чем 20-летнюю историю исследования ГМО нет ни одной научной работы, действительно показывающей вред ГМО. Идем дальше. Миф номер четыре. При добавлении в помидоры гена камбалы у человека вырастут жабры. А теперь вопрос для раздумий. Почему, когда мы кушаем камбалу, у нас не растут жабры? Я думаю, вы уже поняли, что это полный бред. Во-первых, нет гена помидора и камбалы. Есть генотип помидора и камбалы. А генотип – это набор множества генов. И во-вторых, ДНК продуктов питания практически полностью расщепляется в желудке и кишечнике и просто не может влиять на нашу с вами ДНК. Миф номер пять. ГМО растение может скреститься с диким и уйти в дикую природу. Тут есть два варианта. Либо у пшеницы вырастают ноги и она самостоятельно уходит в лес. Либо она скрещивается с дикими растениями. Но такого случиться не может, потому что коммерческие генномодифицированные продукты специально делают стерильными, чтобы предотвратить такое развитие событий. И последний миф номер шесть. Монополист Монсанто специально травит людей. Сначала разберемся, кто такие Монсанто. Монсанто – это крупнейший производитель ГМО семян. Но он не является монополистом. Это легко проверить, просто загуглив. И да, из-за необоснованной истерии вокруг ГМО продуктов, сейчас получить разрешение на производство ГМО семян может только крупный концерн. Ведь это стоит баснословных денег. Но все равно это абсолютный миф, что кто-то кого-то травит. Как мы видим, ГМО на самом деле не представляют опасности, о которой кричат на каждом углу. А массовое применение генномодифицированных продуктов позволило бы избавиться от голода в Азии, в Африке, выращивать многие культуры здесь, в Сибири, а также более эффективно лечить многие болезни. Если же у вас остались вопросы по данной теме, то обязательно задавайте их в комментариях, и мы ответим на них в отдельном видео. Также вы можете предлагать свои идеи для следующих выпусков. А на этом у нас все. Будьте умнее и раскладывайте все по полочкам. Вы смотрели канал «Чуть-чуть и науки». Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за новостями в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке и в Твиттере, в конце концов. Пока! Улучшайся! Улучшайся! В весомости, пари! Не отдайся! А мы считаем, что в генной мификации? Я пытаюсь изобразить глотание, что я. Вроде все сказал. Я все сказал. Да. Да.